реквизит кинофильм золушка шар на перо по сценарию евгения шварца николай здравствуйте дорогие друзья я опять с вами и я успела вас поздравить с масленицей но не успела поздравить с 23 февраля и решила восполнить свои пробелы поэтому я поздравляю вас 23 февраля легендарными героями фильма офицеры где роли исполняли василий лановой георгий юматов и алина покровская ну и также их внук чемоданчиком а я сижу на этой же лавочке вместе с ними и продолжаю вас поздравлять от всей души везде в нашей жизни чудеса вот идет снег и в то же время посмотрите у сирени уже набухли почки посмотрите как это здорово сказка сказки место в нашей жизни мы все родили они подавали нам надежду что обязательно все изменится и если вам сейчас плохо то дальше может быть все хорошо помните как у золушки в нашей любимой сказке и вы знаете надо только помнить что чудеса бывают что чудеса рядом с нами и в этом мы убедились когда оказались подруга на премьере золушки геликон опере мы неожиданно для себя при перенеслись в атмосферу детства в атмосферу любимой сказки и режиссер сделал для этого все чтобы перенести нас в эту сказку используя новейшие 3d технологии голографию на наших глазах белые мыши превратились прекрасных лошадей от их в карету и этого чуда было достаточно чтобы поразить нас и перенести в сказку весь зал превратился в маленьких детей и смотрел на сцену не отрываясь добавьте к этому прекрасные голоса чудесную музыку костюмы декорации на сцене московского музыкального театра геликон опера состоится российская премьера оперы золушка азербайджанского композитора леонида вайнштейна ученика выдающегося кара караева музыкальный руководитель постановки народный артист азербайджана елчина дегизалов художественный руководитель народный артист россии дмитрий бертман съемочная группа москва-баку побывала на предпоказе от леонида вайнштейну было всего 49 лет когда его не стало он был композитором классической формы и в наследство от него остались шесть симфоний концерты для скрипки музыка к спектаклям фильмом балетом осталось и его невероятно красивая солушка эти две принцессы мариам и айла вместе с мамой выдающейся гимнасткой яной батышиной и папой продюсером тимуром вайнштейном пришли на премьеру золушки в гости к дедушке которого никогда не видели но он подарил им эту музыкальную сказку которая навсегда останется в сердцах у нас сейчас выставлена реликвия мосфильма это единственный сохранившийся реквизит от фильма сорок седьмого года с единым и жеймо которым все любят его начали снимать еще войну сорок четвертом году и выпустили только в сорок седьмом это были тяжелейшие съемки актеры находясь в очень тяжелом состоянии и все ждали наконец вот эту фантастическую сказку которую снимут и до сих пор она так воспринимается красивейший фильм и к сожалению великому от него осталось очень мало одно истлевшее платье и вот эти три вещи но они невероятно значимы самое главное из них конечно туфель туфель которую просто хранит лент фильм как настоящие сокровища как зеницу ока потому что это единственная из всех хрустальных туфелек которые были сделаны для этого фильма потому что какие то были сделаны для ношения какие то были сделаны вот так это для того чтобы просто и демонстрировать в кадре потому что это невероятно маленькая туфелька это 30 кто может оценить глазами 31 и костюм марио дель монако у нас тоже теперь стал частью выставки которые здесь всегда выставлен и платье образцовый теперь тоже воспринимается как часть этой выставки потому что вы там зайдете следующий зал поймете почему в аттракте можно было полюбоваться фойе сказочными картинами татьяны шахереевой или послушать историю театра рассказанную директором музея геликон оперы работа татьяны шахереевы завораживают здесь представлены и картины и картины деревянная скульптура фигурки сказочных бояр королевешин и королевичей дырамы у картин уникальны резные с фигурками шутов прекрасных дам на балконах Здесь же можно увидеть и башни с заточенными в них красавицами, и деревья с наливными яблочками и диковинными птицами. И, конечно, мы не смогли не купить билеты в Геликоноперу на этот год. Ну, какие-то билеты у нас были. Вот у меня, видите, я иду сегодня на хор Данилова монастыря в Дом музыки на Павелецкой. Это мне подарил мой сын, этот билет. А вот это всё Геликонопера. И вы видите, что у нас будет... Иду на Набука. На Набука тоже мне подарили на Новый год. Этот билет был. А вот на галоконцерт я иду первый раз. И этот вообще нам 30-летовый Геликонопере как раз будет первый раз. Очень интересно, что там будет. Концерты всегда там великолепные. И если вы видите, то начало здесь этого концерта в 22.30. То есть мы только начнётся в 22.30. Как поздно мы приедем. Но вот приедем. И следующий билет у меня на Фальстафа. Вот я купила на Фальстафа. Иду тоже в апреле. Ну, жду не дождусь этой вещи. Очень люблю. И уже на осень купили на Альфа-Омега. Это призные театры, которые тоже будут идти на сцене Геликоноперы. И вы представляете, я уже заранее купила билет на Рождественский бал, который будет аж 25 декабря 2020 года. И мы всегда ходили перед Новым годом на оперу «Летучая мышь». Но в этом году я решила пойти посмотреть Рождественский бал, потому что очень много о нём слышала, смотрела. Вам тоже покажу, что там будет. И вот католическое Рождество я буду отмечать, мы будем отмечать там. И ещё хотела вам сказать, что вообще многие из вас, я видно, заразила очень многим Геликоноперы. Мне девочки писали, очень многие были там. Даже заранее заказывали билеты, приезжали достаточно издалеко, не только из Москвы. Девочки, всем вам большой привет. Очень рада, что вы ходите. Все получили массу удовольствия. Я очень довольна, что благодаря мне что-то такое в вашей жизни случилось. Потому что я считаю, это просто праздник. Ну а сейчас мы посмотрим кусочки из прошлого Рождественского бала. Рождественского бала. Рождественского бала. Рождественского бала. Я много читал о том, что готовилось с открытия этого театра, но сегодня впервые попал сюда. И, конечно, даже все ожидания, они превзойдены тем, что я сегодня увидел. Во-первых, сам факт, что в Москве есть такой театр, он ведь ни на что не похож. И ведь на вот этот зрительный зал, количество 500 мест, это именно то, что нужно сегодня для оперы. Это и не большой театр, и не маленький камерный театр. Её, так сказать, технические возможности и талант режиссёра, талант художника по свету. Это, конечно, превосходит все наши, ну, будем говорить честно, провинциальные возможности. И сегодняшний концерт действительно полностью соответствует вот этому эпиграфу, который я прочитал в программе. Сегодня будет Рождество, весь город в ожидании тайны. Он дремлет в ине хрустальном и ждёт свершиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова